Следующая задача называется задачей о непрерывном рюкзаке. Сценарий здесь такой. Вор собрался в магазин и хочет унести оттуда, конечно же, как можно больше. Он видит там N предметов, для которых известны веса W1 и так далее WN и стоимости C1 и так далее Cn. У него есть естественное ограничение. Его рюкзак не может унести больше, чем W большой килограмм. И естественное желание, конечно же, есть у него унести предметов так, чтобы суммарная их стоимость была максимальной. И здесь есть важное такое разрешение. Разрешается для каждого предмета отрезать любую его часть, любую пропорцию. Его вес и стоимость при этом пропорционально изменятся. Вот нам надо помочь вору утащить как можно больше. Как обычно, давайте начнем с примера. С простенького игрушечного. Предположим, мы видим три предмета. Первый из них весит 4 килограмма и стоит 20 рублей. Второй весит 3 килограмма и стоит 18 рублей. Третий весит 2 килограмма и стоит 14 рублей. Предположим, что в наш рюкзак помещается не больше, чем 7 килограммов. То есть рюкзак может выдержать не больше, чем 7 килограммов. Тогда, ну вот самый простой способ взять и запихать туда первый и второй предмет. И тогда суммарная стоимость будет 38 рублей, как видно. Есть еще такой способ. Давайте вместо того, чтобы третий туда класть, положим второй предмет. Тогда у нас останется еще один килограмм свободный и туда мы положим треть первого предмета. И тогда за первый предмет, ой, треть, прошу прощения, второго. За первый предмет мы получим 20 рублей, за третий 14 рублей, ну и за третий 1 треть от 18. То есть 6 рублей. Итого будет 40 рублей. Ну, а вот оптимальный способ заполнить рюкзак в данном случае такой. Давайте положим второй предмет. Сначала третий предмет рюкзак, итого 14 рублей. Потом второй предмет, итого будет 18 рублей. Останется 2 килограмма в нашем рюкзаке и их мы заполним 1, 2, 1 предмета. Итого будет 14 плюс 18 плюс 10, то есть 20 пополам, итого 42 рубля. Сейчас мы разберемся, как убедить себя в том, что это действительно оптимальный способ. Ну, тут решение довольно интуитивное, на самом деле. Конечно же, если нужно напихать в рюкзак побольше, то нет никакого смысла не брать самый дорогой предмет. Причем под дорогим мы, конечно же, понимаем стоимость за килограмм. То есть если там лежит золото и картошка, то, конечно же, надо в рюкзак напихать столько золота, сколько вообще возможно. Ну или там золотого песка, раз уж нам можно брать части предметов. Соответственно, алгоритм, наш надежный шаг, он на самом деле простой. Мы хотим сказать, что всегда существует оптимальное решение, которое использует предмет с максимальной стоимостью по максимуму. Что значит использует по максимуму? Это значит, что если этот предмет вообще весь помещается в рюкзак, то он там весь и лежит. А если этого предмета вообще больше, чем вместимость рюкзака, то соответствующая часть там лежит. Но объясняется это довольно просто. Если действительно у нас есть какое-то оптимальное решение, которое не использует этот предмет по максимуму, то давайте просто в нем какую-то часть не использовать по максимуму. Это значит, что есть какая-то неиспользованная часть этого самого дорогого предмета. Ну давайте ее засунем в рюкзак, а что-то другое вытащим. Вот то, что мы вытащили, мы знаем, что его стоимость уж никак не больше, чем стоимость вот этого куска, который мы положили. Просто потому, что мы сейчас рассматриваем предмет, у которого стоимость за килограмм самая большая. Ну вот, например, для нашего игрушечного примера, если у нас лежат уже предметы веса 4,3, стоимости 20 и 18, а последний предмет почему-то не используется, то надо взять просто и заменить часть первого предмета на последний предмет. От этого мы только выиграем, как видно. Вместо 38 рублей будет 42 рубля, поскольку первый предмет у нас стоит 20 рублей, весит 4, то есть его стоимость за килограмм это 5. А второй предмет, а последний предмет весит 2 килограмма, а стоит 14 рублей, то есть его стоимость за килограмм это 7. То есть, конечно же, его использовать выгоднее. Ну и надежный шаг в нашем случае формулируется просто. Надо использовать по максимуму самого дорогого предмета. Ну алгоритм после этого пишет сам себя. То есть мы отсортируем все предметы по возрастанию стоимости за килограмм, после этого просто одним проходом по всем предметам мы напихиваем их в рюкзак. То есть если предмет полностью помещается, то запихиваем, если не помещается, то запихиваем его часть. Вот. Время работы такого алгоритма, как обычно, будет n log n, который складывается из времени работы сортировки, ну и линейного просто времени, требующегося на один проход.